Сто лет на страже интересов региона, страны и граждан сотрудники ФСБ отмечают вековой юбилей Самарского управления. Его история начинается с октября 1918 года, сразу после освобождения города от Белочехов, хотя приказ о создании губернской чрезвычайной комиссии был подписан в Москве еще до мятежа 23 мая. С тех пор задачи перед чекистами практически не изменились. Главное вовремя распознать скрытые угрозы и своевременно принять меры. Среди ключевых целей – борьба с терроризмом и экстремизмом, коррупцией, распространением оружия и запрещенных наркотических веществ. Во время проведения чемпионата мира по футболу сотрудникам ведомства необходимо обеспечить безопасность не только жителей, но и иностранных гостей областного центра, в числе которых и болельщики, и игроки, команды, представители международных организаций, первых лиц стран. Я уверен, что все сотрудники управления приложат максимум усилий для выполнения всех тех задач, которые нам поставлены руководством страны и руководством Федеральной службы безопасности. Я понимаю, что работа будет трудная, напряженная, но нужно собрать всю свою силу, волю в кулак и решить те задачи, которые нам поставлены. Проведение этого мероприятия на высочайшем уровне, безусловно, повлияет на авторитет нашей страны. И в мире немало тех, кто хочет этому помешать. Поэтому роль службы в обеспечении безопасности чемпионата крайне важна. Новое поколение чекистов с честью и достоинством выполняет оперативно-боевые задачи, в условиях сопряженных с риском для жизни и здоровья, проявляя при этом высокий профессионализм, мужество и отвагу. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, которые во многом сыграли большую роль в сохранении целостности государства и защите тайн регионов во время Великой Отечественной, особенно военно-космических. Почетные работники ведомства заложили основы существующих традиций. В день векового юбилея регионального управления ФСБ ряд сотрудников получили новые офицерские звания. Продолжение следует...